Студенты школы блогера! Хай! Хай! У-у! Сегодня я сделаю для вас чек-лист, который нужно пройти. Чек-лист это пункты, которые нужно поставить галочку, как чек-бокс такую вот, да, галочку рядом со сделанным делом. В общем, это дела, которые я делаю, когда открываю новый канал. Соответственно, вы, открывая ваш канал, точно так же можете вместе со мной пройти этот чек-бокс, чтобы ничего не забыть и все сделать в отношении канала. Почему я делаю это видео? Потому что я открыла новый канал. Это канал мой личный, такой, знаете, вот где я есть я. Просто, ну, наверное, каждому человеку нужен такой канал. В общем, я есть я. И там просто вот я. Вот, в общем, все емко и просто. И я подумала, что открытие этого канала для меня ознаменовано как раз вот прохождением всех этапов развития канала. От нуля всех показателей, когда ты открываешь канал, у тебя ноль подписчиков, ноль просмотров, ноль видео, у тебя нет ничего, ни заставки, у тебя просто голый канал. И я опять почувствовала это чувство, что ты создаешь что-то с нуля, где нет ничего. И я вместе с вами, ребят, точно так же, как и вы сейчас создаете ваши новые каналы. Я прекрасно понимаю, разделяя ваши чувства, вот создать что-то, где не было ничего. Поэтому я буду следовать своим же советам, буду развивать свой канал вместе с вами, делать все то же самое, что и вы, и пытаться смотреть, будет ли он расти, будет ли у него появляться какая-то душа, любовь и прочее. Ну что же, чекбокс. Первый пункт, ну, после того, как вы создали канал, назвали его как-то, вот первое, это имя канала. Имя канала, мне кажется, я вот сейчас уже смотрю на весь YouTube и понимаю, что самое главное в имени это понятность, вообще, что там написано, что это за имя. Чем оно более понятное, тем лучше. Чем оно более запоминающееся и простое, тем лучше. Для своего нового канала я взяла просто свое имя Вера Штукенция. Меня так зовут, Вера Штукенция, и мой канал называется Вера Штукенция. Все очень просто. Мне кажется, вы точно так же можете делать с своими каналами. Ну, про ники мы уже говорили, какие ники можно выбрать. Я вам буду оставлять ссылочки через подсказки, вот, в общем, то, что в тему из наших прошлых видеоуроков. Как выбрать имя, посмотрите. В общем, выбрали имя. Первый чекбокс. Done! Следующий чекбокс для меня это оформление канала. Это, наверное, чуть ли не самое важное для меня лично. Я не знаю, как для зрителей, для вас. Для меня, как для зрителей, это тоже важно. Я смотрю всегда на оформление канала. Если оно мне нравится, то, вероятно, мне понравится канал. Что-то такое есть. Поэтому оформление канала включает в себя баннер канала и лицо, заставка. После того, как вы сделали баннер и лицо, баннер и лицо вашего канала, про все это уже были в отдельные видео, как это делать. Следующий, очень важный пункт для меня в создании моего нового канала, это решить, как будет выглядеть планировка плейлистов. Я всегда делаю плейлисты на каналах и на новом моем канале я уже создала три плейлиста. Это будет, скорее всего, больше не будет, будет три плейлиста, три моих шоу, которые я придумала. Вот. И я подумала, что было бы удобно, если бы сначала показывались загрузки, ну, то есть сначала трейлер, как обычно, ты заходишь на канал, сверху трейлер канала. Пока у меня его еще нет на новом канале, но может быть будет, не знаю, ну, в общем, трейлер. Затем будут загрузки, затем список шоу или список всех плейлистов, популярные видео, ну, и также нужно поставить куда-нибудь видео, которые мне понравились. Это тоже очень хороший плейлист, вы можете посмотреть, что мне нравится. Соответственно, посмотреть эти видео тоже, это удобно. Я это рассказываю, чтобы вы тоже могли брать это к себе идеи, то есть это очень важно распределить так, чтобы зритель, который заходит на ваш канал, он не просто посмотрел загрузки, ваши видео, а в целом посмотрел всю систему, всю структуру вашего канала. И это ваша задача организовать канал так, чтобы было понятно, что здесь происходит. На моем новом канале, да, я вам в качестве примера его привожу, можете зайти посмотреть, я вам буду объяснять, что, почему и как я сделала. На моем новом канале вы видите заставка. Я старалась ее сделать максимально уютной, чтобы передать уже через заставку ощущение какого-то чаепития, какого-то уюта, какой-то, знаете, камерности, максимально такого уютного, милого вечера или дня, беседы. И также эта заставка немножечко лиричная, потому что там сидит девушка, девушка это я, и смотрит вдаль, на берегу моря. это ощущение какой-то лирики, ощущение взгляда в будущее, в то же время некоего одиночества, потому что каждый из нас по-настоящему где-то внутри одинок, и только когда мы встречаемся с кем-то, мы становимся чуть-чуть ближе друг к другу, не такими одинокими, да. В общем, все это я пыталась передать через заставку, и мне кажется, что человек, который зайдет на этот канал, он почувствует то, что я пытаюсь сказать, и подумает, близко ему это, хочется ему быть частью этого или нет, и либо останется, либо уйдет. То же самое вы делаете со своими каналами, постарайтесь сделать оформление таким, чтобы было сразу понятно какое-то вот идея, какое-то настроение, что я получаю здесь. Это же не просто какое-то лицо ваше, а вот именно история. Мне кажется, очень важно сделать историю из оформления вашего канала и расположения элементов. Следующий момент в нашем чек-листе, значит, оформление и заставка дан. Переходим к следующему. Это расписание. Очень важно иметь его хотя бы в голове. И идеально, если вы можете иметь его еще и написанным, то есть декларировать, что я выпускаю видео посредством, или по понедельникам, или два раза в неделю, или понедельник, среда, вторник, пятница, суббота. В общем, это создает ощущение серьезности. Знаете, вот как только я сделала свою заставку, у меня сначала не было расписания, я подумала, клево, все так уютно. И вот чего-то не хватает, знаете, вот прям вот как не хватает какой-то маленькой детали. И когда я вставила расписание, я почувствовала, да, вот теперь чувствуется серьезность, намерение. Знаете, вот это самое важное, мне кажется, в человеке, понимать его серьезность, намерение, понимать его какую-то организованность, понимать, что он пытается, по крайней мере, этот хаос вокруг себя, этот абсолютно нелогичный, хаотичный мир переделать, сделать его понятным, всю эту вселенную сделать таким, какой он хочет. И он хочет в этот день выпускать видео, и пусть даже будет множество причин, пусть град в лицо, пусть ветер, пусть невероятные обстоятельства, но он стремится к этому, это, не знаю, это похвально. Мне всегда, мне всегда приятно видеть каналы, которые работают по расписанию, потому что, друзья, во-первых, на секундочку, это обычные люди, это, они не находятся на работе, у них нет начальника, у них нет никакого бюджета, у них нет съемочной группы, но они берут и делают, и выпускают эти видео, и не пропускают, и не забивают на это. Я не знаю, у меня это вызывает какую-то гордость за человечество, гордость за людей, за то, какие прекрасные бывают вокруг люди. Это не значит, что вы прям должны следовать этому неукоснительно, и просто, но вот эта вот серьезность намерений, это всегда, не знаю, создает какое-то приятное ощущение. Вот, значит, расписание, да, пусть оно будет в шапке, или пусть оно будет у вас в голове, но это чекбокс, у меня он обязательный. Следующий чекбокс, это я это называю идейное наполнение. Да, ты понимаешь, ну вот я открываю канал, у меня там будет что-то, то-се, непонятно, что. Вот идейное наполнение, да, помимо настроения, помимо какой-то общей вот концепции, даже там какое-то идейное наполнение, что, черт возьми, здесь будет. Понимаете, можно просто сказать, здесь будут влоги, челленджи, и всякая полная фигня, никому не интересная, но, ладно, я тоже люблю смотреть влоги и челленджи, я имею в виду, во влогах и челленджах должна быть какая-то идея, идейное наполнение, вы, как вы будете это делать. Вы знаете, всегда удивительно видеть одно и то же, сделанное разными людьми по-разному, но всегда очень грустно и больно смотреть на разное, сделанное разными людьми одинаково. Я надеюсь, вы поняли мою мысль, те, кто не понял, я расшифровываю. Ужасно видеть повторение, копирование и просто отсутствие фантазии, воплощенное в краденых идеях, фразах и видео. От этого становится противно и грустно и просто хочется видеть какое-то солнышко, лучик солнышка, который пробивается, вот эту вот идею, ее надо посадить, этот маленький, я не знаю, семечко в ваш канал, посадить, и он будет расти. Вот. Какую идею придумала я для своего канала? Это, конечно, очень интимно делиться такими вещами, но все-таки я поделюсь. Я почувствовала, что людям, как мне кажется, не хватает простого человеческого, дружеского, милого, доброго общения. Общения, в котором нет пафоса, общения, в котором нет желания быть лучше, общения, в котором нет вранья и приукрашивания действительности, общения, в котором нет желания возвыситься за счет, но обычного, короче, общения, знаете, дружеского. Очень, очень мало этого у меня в жизни. Я не буду сейчас расплываться на этот счет, неважно, но я подумала, что для всех таких людей, которым этого хочется, этот канал открыт. И неважно, сколько вам лет, неважно, откуда вы, мы все абсолютно можем найти какие-то пересечения. Это была моя идея, и она, собственно, воплощается в одном из шоу, который называется влог-шоу, называется чайный уголок. Также влог-шоу, да, можно снимать просто влоги. Я подумала, что я хочу снимать не просто влоги, я хочу снимать мысли, которые возникают у меня, когда я попадаю в какую-то ситуацию, да, и мне хочется этими мыслями поделиться. Иногда я просто иду и думаю столько разных мыслей, но я при этом одна, и никто эти мысли не слышит. А мне, я потом их забываю, знаете, это обычное дело, все забывают. Если эти мысли записывать, мне кажется, это будет интересно. И последнее мое шоу, это шоу «Розовый диван», которое я придумала. Шоу «Розовый диван» это шоу, в котором я буду общаться с кем-то, кто меня интересует, с тем-то, кто меня вдохновляет и поддерживает. И вот, собственно, это моя идея. Вы, конечно же, придумайте свои идеи, но пока нет идеи, пока нет какой-то, какой-то маленького семечки, непонятно, непонятно, что делать. Поэтому чекбокс, идейное наполнение, оно очень важно. Оно просто, не знаю, это essential, это какой-то вот, это душа вашего канала. Пока вы не создали идейное наполнение, ваш канал не имеет души. И бездушные каналы никто не хочет смотреть. Канал без души – это фу. Канал должен быть с душой. Вот. Следующий, последний чекбокс, это мой личный чекбокс. Он касается настройки спам-фильтра в комментариях, выбора модераторов, если вы их выбираете для своего чата. Затем настройка уведомлений, вы знаете, что если вы не настроите уведомления, то все, все, кто подписывается на ваш канал, все, кто вам что-нибудь пишет, все это приходит на вашу почту. И начинается жуткий спам. Просто я это ненавижу. Я сразу отключаю все уведомления на почту. В общем, я как бы настраиваю свой YouTube канал так, чтобы он мне максимально не мешал жить. Ничего мне не присылал на почту, нигде ничего не уведомлял никогда, чтобы у меня чат был без мата, без всяких там запрещенных слов и прочего. Я скрываю количество подписчиков. Это лишь мое желание. Я не призываю никого это делать. Вообще, это как бы анти, скажем так, для развития канала это не хорошо, потому что когда новые люди приходят, они видят ноль, им кажется, что у вас ноль подписчиков. Ну, это мое дело. В общем, если вы хотите тоже скрыть количество подписок, вы можете посмотреть мое видео, где я объясняю, как это делать. Вот. Но, в принципе, на этом заканчивается мой чекбокс. Основные дел, которые я делаю по новому каналу, затем остается лишь снимать видео и делать селф-промошен, да, вот, собственно, и все, чем приходится заниматься, создавая новый канал. Была рада с вами увидеться, и мне интересно всегда узнать, какие необходимые или важные, на ваш взгляд, самые важные дела вы делаете при открытии вашего канала, что вы делали. То есть, вот, знаете, такое, вот, что самое важное для вас, открывая новый канал или открывая ваш канал. Жду ваши комментарии. Спасибо за внимание, была рада увидеться и до скорых встреч. Всем пока!